всем привет друзья и так сейчас ждем прибытия людей привет привет всем доброго утра когда заходите жмите сердечки чтобы было видно что вы зашли вау привет из турции здорово моя дорогая стала очень приятно спасибо спасибо друзья доброе утро давно ждала твой эфир спасибо огромное стелочка привет привет всем привет доброго утра вам мои хорошие напишите кто откуда с каких городов прямо сейчас так вот привет с камчатки кто откуда смотрит я нахожусь в сочи я сегодня утром думала я стала в 6 утра и думала может пойти куда-то к морю или в парк и подумала вдруг там технически что-то не так сложится и поэтому не стала рисковать и решила остаться дома здесь конечно света не так много птички может быть не так кстати как меня слышно я в наушниках в принципе у меня дома довольно тихо может быть их снять если меня слышно хорошо всем доброго утра то поставьте семерочку пожалуйста я прямо сейчас самолете сколько смогу посмотрю ахаха вот это приятно вообще самолете куда летишь оксан доброе утро доброе утро благовещенск дальний восток вау слышно хорошо замечательно ухты руслан руслан также привет отлично слышно воля пишет наташа семерочка мы еще буквально минутку две-три давайте собираемся можно прямой эфир кстати отправлять если вот значок самолетика на нажать и можно своему списку людей кто там онлайн или или может быть онлайн вдруг кто просыпается в это время так ирина драздовская отлично можете продолжать писать из каких вы городов сегодня смотрите этот эфир доброе утро и конечно же сердечки знаете почему нужны сердечки я свои поделюсь дело в том что когда много сердечек ставят то этот эфир выходит но увеличивается охват и люди могут его увидеть в большей степени потому что инстаграм выборочно как бы отправляет ну а том что идет прямой эфир да спасибо за сердечки так вот у нас то все астана адлер хай из магнитогорска я была магнитогорске проводила там курсы счастья так привет из пятигорска привет привет доброе утро привет из ростова на дону ростов-на-дону недавно у вас была проводила встречи ребятам всем доброго утра тапсы привет салматы привет так ну что сколько у нас там время прошло еще минутку буквально привет из греции вау привет привет из ставрополя привет ставрополь всем доброго утра сердечки 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 так ну что потихонечку сейчас будем начинать эту тему на самом деле есть много тем которыми я могла бы поделиться но из-за некоторых особенностей моей психологии в моей голове до моей психики поэтому я все никак не могла сюда прийти с вами делиться но теперь будут дамы вас смотрим очень приятно греции нас смотрят доброе утро из петербурга доброе утро петербург так здорово что люди встают так рано утром и у кого еще утро да и заходишь посмотреть эфир доброго дня ирина ну что я думаю что можно открывать кто еще не подошел подойдут или посмотрит в записи те кто смотрят записи вам тоже всем доброго утра дня или вечера я представлюсь меня зовут стелла моя фамилия штром сейчас я живу в городе сочи хотя сама я из города топсе я инструктор йоги более 10 лет вот в июле будет 11 лет как я прошла инструкторский курс по антистрессовым программам который называется happiness программ эта программа счастье известна более чем 170 странах мира и прошли эти программы миллионы людей огромное количество доброе утро вот и знаете я долгое время не могла понять себя почему мне допустим я очень люблю делиться чем-то что ну что мне нравится да вот допустим когда я прошла свою первую программу счастье йогой начала заниматься мне хотелось этим делиться с людьми но я никогда не могла допустим вот в любых организациях это что-то организовываешь самый простой способ это позвонить позвонить людям да и их пригласить так ну так скажем да когда это сарафанное радио так удобнее всего но мне это всегда было очень сложно и я помню когда я уже стала организатором то есть я уже учителем стала инструкторских курсов и потом учителем полного времени то есть я ездила по городам и и проводила курсы и в некоторых городах не было толком организаторов там нужно было организовать потому что люди несколько допустим человек хотели такой курс но мне приходилось организовывать и я сталкивалась все время с одной и той же трудностью мне очень сложно звонить людям вот если здесь сейчас в эфире есть интроверты напишите пожалуйста или поставьте плюсик если вам сложно звонить людям вот что у меня стояло какое препятствие это я раньше себя просто не принимала да что у меня такое мне хотелось с этим как-то побороться с этим как-то справиться потому что ну это вроде как ненормально что тут такого позвонить человеку но для меня внутри такое ощущение что вдруг я его побеспокою вот плюсики пошли очень хорошо вдруг я я побеспокою человека я понимаю другие люди говорят и я это внутри понимаю что если человеку неудобно он не возьмет или или возьмет и скажет мне сейчас неудобно да но несмотря на то что я это понимаю мне все равно это сложно делать и я конечно же работаю над собой и уже много лет вот и конечно же это ну эта ситуация улучшилась однозначно но все равно это главный затык я видела вас на тренингах вы очень ярко и смелы спасибо огромное это просто результат работы над собой мне очень приятно слышать ваши слова я раньше ну мне вообще невозможно было выступить перед людьми я просто вся краснела даже если передо мной двое человек стояли которым не нужно было что-то сказать объяснить даже тогда вот в этом случае мне было очень дискомфортно не думала что вам сложно звонить да вот такая ситуация сейчас то то кого вы видите перед собой да вот прямом эфире может быть кто-то из вас знает меня лично это человек который много лет уже работал над собой конечно же преодолел многие блоки напряжения там какие-то вещи которые мешают но все же проблема звонка есть итак и и что тогда как как вообще вот быть людям которым очень тяжело которым очень тяжело звонить людям да вот первое что нам нужно делать понятно что составить цели да нам dreamtrips ну всем новичкам понятно что ну что было направление куда двигаться и дальше следует список то есть следует список людей которым ты будешь звонить ты будешь взаимодействовать и естественно что есть статистика примерно каждый шестой человек примеру заходит и я знаю что если прозвонить просто люди придут на встречу провести встречу это конкретно встреча физическая да либо онлайн встреча неважно и люди присоединяются ко мне либо уже под моих людей допустим если их приглашаю до казалось бы все очень просто но друзья мои не знаю есть у вас у кого-нибудь такое я даже список составить для меня был вообще какой-то просто у меня все было заблокировано на эту тему я даже список не составляла вот сейчас те кто меня знают те кто в моей структуре да и моя команда у меня около двухсот человек в команде сейчас чуть больше может быть и может быть будет шок но на самом деле никогда в жизни я не составляла список я объясню почему потому что кроме того что у меня проявляется интроверсия очень сильно над которой я работаю да хотя как бы это природа так скажем кроме этого есть еще есть рационала есть и рационалы и все вот эти все вот эти допустим планирование там и все остальное тайм менеджмент ну вот это вот все все эти книги все эти тексты они подходят для рационалов рационал тут человек который может систематично упорядоченно все делать одно сделал завершил другое начал и так далее я всегда мучила себя тем что я просто какая-то очень странная что я не могу я не могу даже список составить того что мне надо сделать я не могу упорядочить там свой день и я просто делаю все как-то спонтанно и так далее и и получается что я долгое время себя гнобила до тех пор пока однажды но это было еще задолго еще до dreamtrips я в dreamtrips кому интересно чуть больше десяти месяцев может быть уже одиннадцать в общем 23 июля у меня будет 12 месяцев я получил свои 200 1200 поинтов так вот даже видите сейчас прыгаю то есть и рационал это кто вот такие прыгающие люди и мне подруга прислала текст в котором говорилось что если вы не можете вот так вот следовать до каким-то упорядоченным если все эти тексты вы себя гнобить и за то что вы не можете этому следовать то просто поймите что вы другой человек вы иррационал и вот я объясню что эта статья сделала со мной просто она мне вообще просветление какое-то дала то есть у нас сегодня две получается темы интроверсии и иррационал дело в том что рационал это те кто могут составить допустим в список дел на день проставить цели на неделю на месяц год двигаться к нему порядочно все делать по порядку и так далее и рационала этого не могут я никогда этого не могла но у нас есть преимущество и там в этой статье говорилось чтобы и рационал был еще более эффективен чем рационал необходимо просто делать то что в данный момент тебе хочется вот допустим нет я точно не синяя вот кстати вот какая я можете вот угадывать значит нужно делать то что в данный момент хочется к примеру я даже список не могла составить себе на день да что мне надо в этот день но примерно список в голове есть и делаешь то что сейчас хочется допустим нужно помыть полы да и там позвонить друзьям пойдет пойти по оплатить счета но не позвонить там написать я не не звоню друзьям как интроверт у меня это вообще сложно вот и тогда просто делаешь то что вот прямо сейчас идет хочется немножко прибраться прибираешься прям посреди процесса если все как-то вот не пошло оставить не нужно себя за это гнобить нужно приняться за другое дело пойти допустим магазин за продуктами сходил или сходила за продуктами и чувствуешь ооо сейчас самое то время чтобы списаться по поводу встречи там какой-нибудь или там мероприятие за город поехать или на йогу там людей пригласить или еще что-то нормальная вы чего спасибо и вот таким образом оказывается когда я начала это применять и рационалы еще даже более эффективны чем рационалы потому что мы начинаем делать мы себя не гнобим мы начинаем делать еще больше дел мы можем несколько книг одновременно читать мы можем просто одно дело делали бросили другое начали потом то доделали все равно ну то есть вот таким образом все это складывается поэтому друзья мои если вы другие если ну вот если вот эти все тексты наши боты наши обучения вгоняют вас в депрессию как меня это вгоняло очень долгое время то просто выходить из этой депрессии и знаете что можно действовать по-другому вот я думала я одна такая нет таких людей много на самом деле людей ну наверное я так полагаю да примерно половина рационалов половиной рационалов примерно половина экстравертов половина интровертов в любом случае конечно нужно работать над собой и расширять до свою личность чтобы иметь возможность все что угодно творить так скажем в этом мире жизнь коротка и так далее но в любом случае надо учитывать свои психологические и психические вот эти все тонкости да и действовать соответственно и очень важный момент выявлять у своих людей с кем вы общаетесь вот эти моменты и понимать что если им просто ни в какую не идет составлять список или действовать упорядоченно то просто найти подход сказать вот есть вот допустим если даже вы экстраверт и там рационал то сказать вот есть такие люди вот я видела эфир стел в добром утро она вот это говорила это нормально и там люди отзывались таких много так вот дайте свободу людям дайте все чтобы они могли двигаться по-другому потому что если бы я не нашла здесь возможности и отклика что можно как-то ну что я могу действовать сама я просто сильный человек я при ну стараюсь и равно преодолевать и двигаться и у меня рядом не было наставника если бы у меня был рядом наставник который бы мне капал на мозг что стела обязательно список без списка мы не двигаемся дальше честно я бы не двигалась здесь уже спасибо за эфир ура кому-то полезен эфир я очень рада так вот и получается что так как меня пригласил человек вообще по телефону он мне звонил из вьетнама мой наставник его зовут а василий он так и живет во вьетнаме хотя он с воде востока и я со всеми вопросами вообще а так как он на неделю раньше меня пришел я со всеми вопросом обращалась к максиму вас его и также к николаю терещенко да и их не было рядом ну а у максима допустим когда ему задал вопросов все время поддержит чтобы я там не выдумывала да да остыла давай у тебя получится и вот это круто на самом деле я просто действовала толком не знаю чё да как как могла и теперь я подхожу к самому главному как я без списка в итоге да я его ни разу не писала как я здесь дошла вот сейчас полтора месяца назад и закрываю квалификацию маркетинг-директора и как я вышла на все это за десять месяцев на доход около трех тысяч долларов если я интроверт и иррационал очень просто дело в том что я начала действовать теми путями я не знала что так не надо я просто людям на говоря наговаривала голосовые сообщения я терпеть не могу звонить людям но наговорить голосовое для меня считается нормальным потому что во первых ну человек слышит мой голос да это лучше чем текст а во-вторых я знаю что человек послушает тогда когда удобно и меня внутри угрызения совести никакие не мучают то есть ничего не блокируется всем доброго утра кто присоединяется сердечки так вот и получается что я начала наговаривать да потом я поняла что так дело не пойдет что ну так точечно как бы это ну не слишком подходит и меня спасло то что у нас были онлайн travel party николай тогда проводил терещенко онлайн travel party кроме николая еще другие люди проводили мне это очень нравилось и в тот момент когда однажды николай терещенко должен был проводить travel party я создала чат прежде чем туда людей в этот чат так скажем запустить да я сначала составила текст текста в котором я объясняю что те кто меня знают да я естественно в чат собиралась туда людей пригласить которые меня хотя бы уже знают на меня но многие люди уважают это в принципе ну надо взращивать если у вас этого еще нет как-то вот ну репутацию помогать людям и так далее люди откликаются так вот я составила текст которым я говорила друзья прежде чем это все ну предложить вам да я сначала все это проверила я посмотрела это действительно крутая тема в общем есть такая вот такая тема клуб путешественников и я приглашаю вас на онлайн вебинар или как-то так я написала кому интересно я текст скину для этого вам нужно в эфире но не в эфире доброго утра да а под моим постом в добром утро нужно написать стелла я хочу тот текст пришли мне пожалуйста вот и я составила этот текст и там написала потом написала николай нет несколько слов и в общем то в итоге когда мне текст был готов я его в заметках подготовила я создала чат и в этот чат я запустила людей у меня поместилось 256 человек не больше хотя у меня было больше контактов и я тут же запустила этот текст я понимала что часть людей часть людей выйдут и они вышли даже текст не прочитав я увидела но я это приняла как бы думаю ладно некоторые прочитали текст тоже вышли некоторые задали вопрос так вот друзья мои из из тех 256 человек в итоге ну у меня там может быть несколько человек посмотрели эфир одна женщина и стопцы которые сейчас здесь это оленька шитина она посмотрелась на стоило мне интересно давай встретимся а когда человек сам ко мне обращается давай встретимся мне уже проще да то есть я не сама навязываюсь там как-то звоню а потом из этого чата из 256 человек на данный момент ко мне в команду в мою структуру перешло наверно человек уже семь или восемь или может даже больше на данный момент до сих пор в этом чате более 70 человек постепенно люди удаляются до сих пор представляете люди следят за мной время от времени я туда что-то скидываю последнее время давно ничего не скидывала надо будет обязательно чем-то поделиться вот однажды помню я поделилась что у меня зарплата пришла этот скрин скинула и еще кто-то мне там двое или трое человек написали один человек зашел ну то есть я действовала так это конечно неправильно для тех людей кому нормально звонить для рационалов для тех кто экстраверта лучше всего действовать конечно же сарафаном радио через звонок потому что ну это действует прям напрямую и честно я была сейчас в барселоне когда на моментуме я для себя приняла решение думаю так все покупаю тетрадь специально кстати у меня есть тетрадь и делаю список и хочу бомбануть хочу рмд нмд я бы мне кажется уже давно закрыла бы и рмд нмд и дальше если бы я просто со своим вот списком у меня тысячи людей вообще знакомых на самом деле вот если бы я просто с ним поработала как следует но и дорогие я ничего не могу с собой сделать пока я не знаю как с этим быть я так и не составил этот список понимаете это настолько но я себя не гноблю очень важно чтобы мы себя здесь не закапывали потому что иначе невозможно двигаться если мы себя осуждаем мы не можем себя развивать если я себя перестану любить только потому что я не такая как все и не могу эти списки составлять исследовать вообще этим всем указаниям звонить там всем людям да это не значит что я не могу здесь построить бизнес я прямой пример да то есть я здесь достигла уже определенного результата и это мне позволяет сейчас жить спокойно заниматься чем я хочу довольно свободно жить в сочи я переехала сюда только благодаря клубу вот и мне это все это позволяет ну вот сейчас жить я уверена что я однозначно стану амди может быть надо список все-таки составить так а почему лучше чат они в личку каждому потому что больше охват честно твой список получился в чате да оленька спасибо тебе огромное и да получилось что этот двести пятьдесят шесть человек потом он уменьшился значит он вам и не нужен вы действуете другими инструментами главное что у вас это работает да абсолютно верно то есть друзья самое главное тестируйте любые моменты какая вы солнечная под вас я бы подписалась не думая спасибо на самом деле я тот человек который общается со всеми и мне не важно какая структура я здесь сочи проводила допустим встречи и навстречу приходили из других структур люди и загорались зажигались горели стела спасибо то есть я не тот самый я не из тех что так все переподписывайтесь или еще что-то нет мои дорогие не важно кто ваш наставник у меня вообще я еще раз повторюсь повторюсь не было рядом наставника важно насколько вы хотите эти знания получить насколько вы хотите двигаться вот это важно и даже если вы интроверту допустим я хоть и интроверт но я у меня есть некая жажда дознаний спасибо за сердечки кто все еще ставит вот и так как у меня есть это жажда дознание то конечно я просто бесконечно мучила вопросами когда я стала ну поняла что это очень крутая тема я бесконечно мучила в кавычках мучила да мучила вопросами и максима власова и николая если еще кто-то там был и и их спрашивала если мне не отвечали хотя мне всегда отвечали я тоже сочи еду в июне можно с вами встретиться однозначно можно я правда сегодня уезжаю на 10 дней но потом вернусь вот и получается что какие бы вы ни были просто вот копайте просто действуйте своими какими-то путями ошибаетесь ошибки это хорошо потому что ошибки говорят о том что вы двигаетесь постоянно общаетесь со своими наставниками или с людьми которые другие допустим не с вашей структуры к примеру да набирайтесь какого-то вот этого опыта я всегда знаете открыто для общения вы можете мне писать можете на меня подписываться я не знаю кому интересный в личку свой скину номер телефона в отца будем общаться но как интроверт я вам сразу скажу я не всегда отвечаю сразу если мне неудобно я не отвечаю кто мне звонит я часто не беру трубки мои дорогие извините но у меня такая вот странная и интровертская природа но и и не перезваниваю поэтому самое лучшее общение со мной допустим и с такими людьми как я да интроверты и рационалы это голосовые сообщения или текст некоторые не любят голосовые сообщения я обожаю голосовые сообщения я его могу послушать от человека тогда когда мне удобно могу его переслушать или свое голосовое мы могу и отправить и знаю что человек это не не побеспокоит он его послушать тогда когда будет удобно поэтому для меня это идеально я слышу голос меня слышат и так далее вот тексты голосовые сообщения это вот все со мной можно общаться в точности как и я до нет ошибок есть недостаток опыта супер спасибо и вам спасибо что вы пришли смотрите так сколько у нас сейчас время я посмотрю еще может быть чем-то поделюсь 26 минут да сейчас я закруглюсь еще на ваши вопросы отвечу значит друзья кому это было полезно во первых поставьте три семерочки чтобы я понимала да насколько полезен эфир а то может быть можете ерунда какая-то и просто мотивашка или еще что-то спасибо светлая какая да друзья еще есть тема позитива однажды я ее раскрою но если коротко будьте позитивными потому что люди на самом деле очень тянутся к этому вот и поэтому если даже у вас нет списка и вам его сложно составить действуйте действуйте другими способами а еще как и действовала если я где-то с кем-то общаюсь потому что ну звонить не тяжело но если я прямо сейчас балл семерочки пошли супер если я с кем-то общаюсь уже да вот я просто когда я разобралась в проекте когда я разобралась в клубе в компании мне стало очень легко с людьми разговаривать на эту тему ну то есть если я с кем-то рядом я просто говорю да я в клубе путешественника и если человек проявляет интерес я рассказываю я подписалась только благодаря твоим stories в инстаграм хотя очень редко их вообще смотрю наташенька супер спасибо большое за обратную связь да поэтому что делают интроверты идут через чаты через личное общение если рядом есть люди и вот вам уже приходится общаться до с людьми потом через stories и через пост и кстати по поводу постов предыдущие доброе утро до вела тани варанкина можете посмотреть про посты как я делала я написала свой первый пост и меня на него не среагировала вообще ни один человек здравствуйте вот далее я написала второй пост но я там его разбавила по моему следующий не не по теме было dreamtrips а может по теме я уже не помню можно посмотреть у меня отмотать если хотите с чего все началось далее написала второй пост мне написали два человека и причем у меня посты дублировались во вконтакте мне вконтакте написал человек и из инстаграма и это мои люди то есть это не какие-то незнакомые я с этими людьми ну пообщалась то есть я им провела там что-то провела как-то да по видео наверно или по ватсапу или как-то или голосовым я уже не помню как я начинала потом я написала когда третий пост вот там мне среагировало 10 человек и впервые вы у меня все-таки был список впервые написала список из этих 10 человек потому что я понимала что иначе я могу их просто забыть и я написала себе список чтобы со всеми с ними связаться это был мой единственный список вот и и вот это было круто то есть я поняла что я могу действовать по-другому и вот эти посты да единственно важно чтобы чередовать чтобы люди увидели что его обычной жизнью мы тоже живем естественно да я обожаю йогу допустим все но просто я настолько загорелась у меня по-моему подряд эти шли шпосты ну короче действуйте как можете мои дорогие просто будьте искренними да и знайте что здесь стоит все это того чтобы двигаться либо любыми путями дело в том что вот это наша финансовая свобода да то к чему мы идем и возможно заниматься чем угодно в этой жизни и иметь финансы для того чтобы помогать людям допустим реализовать все свои цели быть ну мы я допустим счастлива и без этого всего да но быть счастливым и иметь еще материальную какую-то свободу да вот эту независимость это это большое благо и к этому стоит стремиться и стоит научить людей этому потому что многие люди в этом нуждаются я тот человек который никогда не зарабатывал больше 60 тысяч рублей это обычно было 30 примерно 60 это когда у меня все я это массаж и марма делала и йогу вела йога тур в прошлом году и еще как учитель полного времени получала зарплату 30 тысяч рублей вот у меня 60 выходила и у меня потолок был 100 тысяч я думала когда я заходила сюда я думала боже 100 тысяч это не какая-то невероятная сумма а сейчас я получаю больше и мне ну потолок вырос мне сейчас и 10 тысяч долларов маловато ну как бы хотя я столько пока не получаю понимаете и когда у людей происходит трансформации внутри мы можем это им подарить своим примером я никогда столько не зарабатывала вот я пример спустя довольно приличное количество времени в жизни я к этому пришла поэтому используйте любые возможности какие бы вы ни были чтобы у вас там какие бы ни были тараканы работайте над собой кто хочет чтобы я поделилась как хорошо работать над собой также напишите так я вам что обещала уже текст до текста который я в чат опубликовала который создала и вот сейчас еще говорю что те кто напишут в добром утре в комментарии да полезен был эфир или нет и и в этом комментарии вы напишите допустим стелла пришли мне текст и также если вам нужно как поработать над собой да с помощью какого инструмента также там напишите в комментарии и я с каждым свяжусь если у вас не закрыты конечно аккаунт и я вышлю вот финансовая свобода это круто да стелла я тебя обожаю спасибо я вас тоже очень люблю вот танюшечка до варанкина вчера как посты писать она вела эфиры пожалуйста посмотрите потому что интроверты это наше спасение действовать через интернет действовать через пост действовать как бы косвенно не напрямую в лоб людям звонить а как бы вот так по-другому вы преподносите информацию интересно не шаблонно у вас интересная тактика да потом у меня не было другого выхода я не могла по-другому 10 стоила пришли ли текст пожалуйста здесь я не пришлю мои хорошие напишите вот у нас есть аккаунт доброе утро и там есть фотография со мной анонс да и там есть комментарии там вот в этих комментариях напишите там стоило эфир был супер к примеру да или там ну было нормальненько к примеру ну короче ваш комментарий и напишите нужно ли что-то вот стоила вы очень приятные вызываете доверие спасибо спасибо это просто результат работы над собой реально и мне пожалуйста пришлите все напишите в комментариях я так не смогу вам прислать стоила пришли так понеслось пишите не здесь не здесь в комментарии а под постом потом эфир когда закончится эфир полезен спасибо большое скиньте мне всю информацию все все пишите в комментарии я здесь не смогу вас идентифицировать мои хорошие теперь вот если у кого-то есть еще вопрос задайте и мы буквально еще пять минут так сколько у нас время да у нас есть еще несколько минут задайте пожалуйста вопросы если у вас таковы имеется вот я вам открылась да я не писала ни разу списка кроме того когда мне 10 человек написали я иррационал я не могу вообще планировать вот эти бесконечные исследовать этому планировать может могу а следовать нет вот именно упорядочена и я интроверт то есть мне тяжело звонить людям вот согласно этой информации задайте вопросы если у вас то же самое и то что я вам выдала недостаточно что вы еще хотите знать сейчас спросите я вам отвечу коротко но сердечки продолжайте ставить мне нравится я еще не решилась на dreamtrips как побороть страх просто надо понять а ты сталькова да может быть татьяна надо просто понять что здесь помогут и вот тот человек который вас пригласил он хочет поделиться просто обратитесь к нему и скажите я у меня есть страхи просто искренне и да и я бы хотела но у меня есть страхи вот раз вы здесь на эфире это уже говорит о том что это вам не безразлично это очень крутая тема я здесь очень много поменяла вообще я список написала звонить не могу вот пожалуйста да так много было отказов отказы есть всегда вот мне понравилось уже нехоружие есть аудиоканал в telegram где она такой однажды аудиокаст записала что она долгое время все-таки думала что сможет действовать и что люди у нее больше конверсия будет что вот этот закон паре то да что ну допустим каждый шестой там или из ста процентов 20 10 20 только до заходят она думала до последнего что это не работает но и потом она говорит нет пригласила всех горит людей просто я их бесплатно пофотку им дам эти крутые фотографии и из ста человек которые точно собирались дошли 20 я подумал как так даром вообще игрит подумала общий чат подумал что может времени подошло и снова с всех собираю опять даром говорит и пришло еще меньше представляете ну то есть закон паре то работает я просто прочитав книгу мастер работы с возражениями все запомните до бухтияров кто не читал прочитайте я просто понимаю что есть статистическая какая-то вот информация и до отказа всегда будет я как бы сначала переживала или когда у меня первый человек вышел это была моя подруга ой что со мной было мне было так тяжело вообще но я это переборола да как бы пережила стала сильнее вот но отказы это нормально это было да так много было отказов ответила да отказы есть всегда но и также есть те люди которым это очень интересно однозначно зайдут когда начали ездить в трипы очень хорошего вопрос я никому так не рекомендую но все же я в первый свой трип отправилась спустя восемь месяцев то есть но я зато даром в него отправилась я сначала себе выстроила команду заработала и потом отправилась как вы работаете с новичками сейчас вот у нас есть система как бы марафона да и люди у меня марафон проходят раньше я все скидывала там все какие-то ссылки и так далее некоторым это очень много и там во все чаты помещала сейчас я в несколько чатов два в три буквально человека помещаю и поэтапно начинаю задания выдавать если марафон не идет но сейчас у нас идет марафон поэтому сейчас у меня все обучаются ну и плюс конечно личный контакт они мне пишут вот те кто ко мне больше всего пишут потому что конечно я как интроверт я сама лично мне так же тяжело ну как бы ну и плюс когда много людей то же самое мне если пишут я со всеми общаюсь как вы работаете с новичками а вы в чат добавили только теплых людей да это было были довольно теплые люди ну то есть по крайней мере те кто меня знают как интроверту работать с команды это же постоянное общение должно быть то есть да света это постоянное общение но я вот как в книге говорится да 10 уроков на салфетках работать золотыми кораблями оказывается я действую правильно правильно с самого начала я так интуитивно действовал как интроверт я больше всего общаясь с теми кто ко мне обращается вот кто мне пишет бесконечно сам звонит там я не знаю или вот достает меня из под земли все я могу всю свою энергию этому человеку отдать я могу там пусть расписывает на встречи я буду ему встречи проводить и так далее но самой мне я вот ну редко кому иногда могу спросить да ну как дела если вижу человек совсем выпал но это крайне редко в этом есть и плюсы в этом есть и минусы поэтому я еще не амди а могла бы так круто здравствуйте есть проблема как правильно сказать при звонке как правильно пригласить по поводу звонков есть очень короткий вообще есть от антона сергеенко видео кажется да как приглашать звонком это 40 60 секунд очень коротко привет чем занимаешься открытый вопрос да я в другую тему сейчас полезла правда ну коротко скажу чем занимаешь человек отвечает и вы понимаете да что сейчас можно говорить или нет я на сам потом говоришь я на самом деле звоню по делу то есть вы сокращаете время вашего общения я сейчас развиваю проект связанный с путешествием здесь можно путешествовать выгодно и даже на этом зарабатывать и я сразу подумала тебе что тебе это будет интересно хочу чтобы поделиться если человек в вашем городе то вы говорите давай когда тебе удобно встретиться завтра или послезавтра к примеру да если в другом городе давай по видео я тебе покажу это очень крутая тема когда тебе удобно завтра или послезавтра то есть выбор без выбора вы даете нужно чтоб человек не думал когда ему удобно просто выбibility того что имеется и все и назначаете встречу очень коротко и все и прощайтесь Так, а если еще никуда не путешествовал по DreamTrips, как общаться, что рассказывать, когда вы первый раз и куда полетели? Я спустя 8 месяцев впервые отправилась в DreamTrip, поэтому как я действовала? Я первый месяц вообще очень глубоко изучала все, что в чате происходит, какие меня люди окружают в чате, в DreamTrips, что это за люди. Действительно ли я могу рекомендовать всем тем людям, которые меня уважают? У меня тысячи людей проходили курсы, и я очень отношусь к этому серьезно, что я людям предлагаю. Поэтому я разбиралась целый месяц, я просто наблюдала, я изучала, смотрела презентации и так далее. И поэтому сначала я разбиралась и потом начала, а, и смотрела сторисы людей, прямые эфиры, те, кто вот сейчас, да, смотрела отзывы там в Telegram, в чатах. И я поняла, что это все реально, что это непридуманное что-то, и мне не обязательно самой было поехать, я видела, что это правда, что это крутая тема, что люди пользуются, что, ну, все так и есть. Поэтому стала предлагать. Поэтому вы также можете подписаться на всех тех людей, кто там, я не знаю, всякие лидеры, кто уже путешествует, наблюдать за ними, посмотреть, как действительно, посмотреть какие-то разборы, туров, самим сделать разборы. И все, и спокойно людям предлагать. Просто говорить об этой возможности. Если вам тяжело, просите вышестоящих наставников, чтобы они вам проводили встречи для ваших людей, если вам еще сложно разобраться. Первый раз, вот спустя 8 месяцев, я в Жирону отправилась. Он был для меня даром. Позавчера вечером я взяла второй Dream Trip. Ну, вернее, я брала в Египет, но его продала. Он был для меня даром, а продала за деньги, кстати. Вот такой лайфхак. Так, и сейчас, позавчера я взяла в Куала-Лумпур, я туда лечу на тренинг, и перед тренингом взяла Dream Trip. Он мне тоже был даром. Большое спасибо. Она зашла обратно, подруга. Ой, у меня подруга, она вышла, потом зашла, а потом опять вышла. Короче, сейчас у меня иммунитет посильнее. Так, самое удивительное, что в Dream Trip больше нас, интровертов. Мы точно интроверты? Да на самом деле, блин, интроверты могут очень круто здесь действовать, но просто надо по-своему действовать и не гнобить себя за то, что мы другие, и мы не можем так, как нам говорят. Понимаете? Да, Стелла не интроверт притворяется. Да, как хотите думать. Это результат. Вот кто меня знал бы с детства? Я вообще ни с кем не общалась и не могла общаться толком. А в Египет реально по Dream Trip? Ну, один был мега Dream Trip, тысячи людей было там. Сейчас пока нет. Все, мои друзья, я думаю, что я ответила на ваши вопросы. Я не могу, наверное, вас больше задерживать. 41 минута, кто-то на работу спешит и так далее. Обязательно посмотрите, если вы не сначала, посмотрите этот прямой эфир. Я думаю, что он для вас будет полезен. Если даже вы не интроверт, однозначно это будет полезно для тех людей, которые придут в вашу команду, а не интроверты, чтобы вам это распознать и не думать, почему они вам не пишут, не звонят и так далее, засели там где-то в окопах своих. А понять, что они просто интроверты, и нужно их как бы доставать. Их нужно это. В общем, с ними нужно общаться. Вот. То есть, если бы мне, кстати, Макс Власов первое время не писал бесконечно, постоянно, я бы, наверное, слилась через какое-то время. Вы очень обонятельно. Обаятельно, я поняла. Спасибо большое, мои дорогие. Спасибо, милые, вы замечательные. Очень приятно. Спасибо вам огромное. И за ваши сердечки, что вы пришли. Тем, кому я обещала информацию, я пришлю, если вы в комментариях к посту, не здесь, напишите Стелла. Пришли мне текст для чата. И Стелла пришли мне. Что я еще обещала? А, как поработать над собой. Есть очень крутейший инструмент. Просто очень крутой. Ты самый волшебный. Благодарю. Леночка, вы классный. Благодарю за эфир. Блин, я аж уходить не хочу. Мне так приятно ваше. Очень приятно. Вот. Ладно. Придется все равно прощаться. Я вас отпускаю. Всем вам хорошего дня. Будьте счастливы. Что бы с вами там ни происходило, тяжело, не тяжело, отказы, не отказы. Просто будьте счастливы. Все равно знайте, что все мы будем АМД. Всего доброго, мои дорогие. Я с вами прощаюсь. Все. Пишите под постом. Ставьте под пост лайки. И пишите, что вообще, как вам это было. Солнечный человек. Спасибо. Все. Юшу бихия. Всем счастливо. Мое сердце с вами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok